Люди, которые сегодня собрались в этом зале, мы действительно испытываем страх. И мы действительно боимся, но боимся мы одного. Потерять свое село, свой поселок, свою родину. Вот эти страхи у нас есть. И больше никаких страхов мы не испытываем. Я хотел предоставить слово члену Общественной Палаты Российской Федерации Георгию Владимировичу Федорову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Откровенно сказать, я тоже не готовился. Мне, во-первых, большая честь находиться на представительном форуме. Уважаемый президент, спасибо вам огромное. Я считаю, что вот такие мероприятия, которые сейчас здесь проходят, это и есть та крупинка, та точка сборки, которая, может быть, через полгода, может быть, через год, может, через какое-то более долгое или более близкое время сможет стать именно таким масштабным общественным гражданским форумом Московской области. Многие могут спросить, почему я здесь нахожусь вообще. Я живу в Москве, наверное, как дачник в Подмосковье бываю часто. Но я здесь нахожусь, потому что я не мог здесь не находиться, потому что те процессы, которые идут в Подмосковье, они, к сожалению, может быть, в таком завалированном виде, но происходят в Москве. Я солидарен с вашей борьбой, поэтому я здесь и буду находиться здесь с вами до конца. Вот вопрос самоуправления, демократии, муниципальные депутаты, что это такое? Вот я в общественной палате являюсь замководителем комиссии по социальной политике и качеству жизни. И вот ежедневно я не получаю зарплату, тоже, как многие из вас, освобожденный человек у меня есть. Да, общественная палата Российской Федерации. Но каждый день я сталкиваюсь с тем, что огромное количество людей, ну просто катастрофически огромное, из Подмосковья, Московского региона и в Подмосковье с разных городов обращаются ко мне. И очень часто вот в этой борьбе муниципальные депутаты, неравнодушные люди, они являются союзниками, сторонниками, они пытаются что-то решить, в отличие от многих чиновников, в отличие от многих глав районов и тех людей, которые сейчас в Московской области прикрываются какими-то, так скажем, такими веселыми, очень такими задорными отчетами, что Московская область прямо вот впереди планеты всей. Я согласен, Московская область очень перспективный регион. Это отличный регион, который может дать то, что не могут дать другие. Это экономическое развитие, это и самоуправление, что самое главное. Это экология, которая, к сожалению, сейчас происходит, что в Московской области с экологией просто катастрофа, да? И вот это все пытаются как-то выставить в какую-то одну шеренгу, для того, чтобы все ходили маршем, все что-то там, так скажем, говорили, речевки, что-то еще, аплодировали, радовались нашим властям, что у нас сейчас все происходит хорошо. Но не дай Бог, любой человек может что-то сказать самостоятельное. И вот то, что вы здесь находитесь, это еще раз повторюсь, для меня большая честь, я горд, что я нахожусь на вашем съезде. Местное самоуправление еще это то, что, в принципе, во всех европейских, не только европейских, так называемых цивилизованных странах, развито очень серьезно, потому что это, в принципе, вот то, что вы сейчас делаете, это помогает федеральной власти, это помогает, должно помогать губернатору решать те социальные, вообще экономические, иные проблемы. То есть, почему у нас власти, к сожалению, не доверяют обществу? Но есть Томилина, да, отлично, люди хотят там жить так, как они хотят жить. Да, может быть, они ошибутся, не выберут тех депутатов. Но через 4 года они возьмут, исправят свои ошибки. И таким образом, постепенно, время от времени, если людям дать возможности, они исправят ситуацию, потому что любой муниципальный человек, человек, любой человек, который живет, даже тот же самый небольшой глава какого-нибудь поселка, он там находится, с него всегда проще спросить, чем с какого-то, так скажем, моста, который сейчас выгораживает и каким-то вопросом достучаться там до главы администрации невозможно. Как я вижу, вот то, что сейчас вы делаете. В принципе, вы делаете сейчас такой, знаете, муниципальный профсоюз, если я так выразился бы, любой профсоюз, его цель – это защита прав трудящихся. Ваша цель – это защита ваших же прав, тех людей, которые за вас голосовали, тех нерадовнушных людей, которые с вами сейчас находятся, и с которыми вы ежедневно общаетесь. Поэтому ваш профсоюз, вот эта ваша организация, действительно нужно объединяться, не просто так собраться, поговорить, разойтись, а создать, может быть, какой-то оргкомитет, постоянно действующий, с представительствами, с теми средствами массовой информации, которые вас поддерживают. И для того, чтобы вот снизу начать такое мягкую силу, да, так скажем, давление на власть в рамках закона Российской Федерации, потому что мы все против революции, против анархии, вахханалии. Но если нас не будут слышать, у людей не будет другого пути, как заявить о своих правах в другой форме, как уже здесь говорили. Еще говорю, я хочу, чтобы власти слышали и вышли на диалог с вами, и решили ту реформу, которая не поддерживается большинством населения, прекратить, вернуть так, как это было, и дать доверие, и обратиться к людям, пускай люди выбирают ту власть, которую они хотят. Выбирать. И заканчиваем. Конечно, вот где-то будут выборы, где-то будут еще вот это прохождение, вот это вот чудовищные реформы. Во-первых, сейчас, конечно, будут вам стараться такой яд впустить в ваши ряды, так называемые политические разногласия. С моей точки зрения, вот там, где будут выборы, надо поддержать тех кандидатов, тех муниципальных кандидатов, для депутатов, независимо от политической, я это называю, ориентации, которых, вы знаете, которые борются за права граждан, которые так или иначе бьются за те образования, которые они представляют. Еще один хотел вопрос. Сейчас Верии уже не существует, да, как отдельного? Вот Верия остается, как городское поселение Верия. Остается еще? Остается. А то уж мне сказали, что этому городу... Георгий Владимирович, два дня назад Московская областная дума сняла с рассмотрения вопрос о организации Нарфа-Минского городского округа. Сняла именно в силу прямого противоречия. Прямого противоречия. И заключение экспертное дал не кто-нибудь, а право управления Московской областной думы. То есть побьюще, когда в одном городском округе не может быть 10 городов. Не может быть. Ну, это показывает, здесь есть пример побед. И, уважаемые друзья, завершая, хочу сказать, нам нужна гражданская солидарность. Вот те инициативные группы, которые борются за свои права, необходимо объединяться, необходимо вырабатывать общую позицию, необходимо требовать от власти централизованно те права, которые ущемляются. Друзья, я с вами надеюсь, мы победим. Уверен, что победа будет за нами очень скоро. Спасибо. Спасибо, Юрий Владимирович.